Крестный ход Слушали и в минимале словам Евангелия, словам евангелистов, которые рассказывали о том, как Христос обнаружил, что Он воскрес, как Христос показал людям Своё воскресенье. И апостолы, будущие апостолы, а тогда ученики Господа находились в страшном унынии и в страхе. Они боялись, боялись за себя, думали, что, возможно, та участь, которая постигла их учителя, грозит, скорее всего, и им, как его последователям. Господь является Своим ученикам, хотя сначала, в первую очередь, является женщинам, женам-мироносицам. Господь является и рассеивает их страх, их уныние, их отчаяние. В некоторых случаях Господь является Своим ученикам молчаливо. Он не говорит им, не пытается их ободрить. Само явление Господа является для них величайшим утешением. Иногда Христос говорит им ободрительные слова. Христос говорит им, не бойтесь, чтобы они не боялись. В других случаях Христос говорит им, мир вам. И это слово, мир, было призвано увращивать их состояние. Мир по-нашему, мир на русском языке, это означает мир, как внутреннее состояние, как состояние покоя, безмятежности, отсутствия страха. Именно так переводится также и греческое слово «ирини». Слово, присутствующее в Евангелии, в оригинальном греческом тексте Евангелия. Но Христос, конечно, говорил не по-гречески. Он и говорил и обращался к ученикам по-арамейски или по-еврейски. И здесь он употреблял слово «другое». Это слово «шалом», которое значит несколько иное, нежели греческое слово «ирини». Это слово означает «целостное Божие благословение». Если пытаться перевести слова Христа на современный русский язык, то можно сказать так, Христос сказал им «не бойтесь, оставьте все ваши страхи, беды, проблемы. Пусть всецелое Божие благословение вам будет свойственно». Господь говорит им, ободряет их. Он говорит самые сильные слова, которые только можно было бы сказать на человеческом языке для того, чтобы учеников успокоить, для того, чтобы учеников умиротворить, для того, чтобы изъять страх, который поселился в их душах. Христос и нам говорит через евангелистов, через слова Божественного Евангелия «Мир вам, не бойтесь!» И мы, дорогие братья и сестры, живя в атмосфере суеты, в атмосфере тревоги, в атмосфере страха, мы также призываемся Господом не бояться, но открыть свои сердца для мира Христова. Если мы с Господом, Господь решит все наши проблемы, трудности, недоумения. Он не оставит ничего не решенным. Самое главное, чтобы мы всецело отдались Ему, открыли для Него свое сердце. Если мы боимся, то мы, значит, не доверяем Господу. Мы, значит, в полноте не верим в воскресение Христа. Если мы верим во Христа, но перестраховываемся, то Господь часто показывает нам в счету наших усилий. Нужно веровать в Господа, нужно веровать в воскресшего Христа, и Христос решит все наши проблемы. Дай нам Бог, дорогие братья и сестры, веровать во Христа воскресшего, веровать в полноте сердца, веровать искренне, веровать горячо, веровать сердечно. И воскресший Господь поможет нам и даст нам в этом земном многоменедежном поприще мир нашей душе и мир нашему телу и в будущем веке сподобит нас своего небесного мира. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok